Итак, господи, Андрей, что же вы делаете-то? Всё в порядке. Просто хочу всех видеть. Итак, ещё раз вас всех приветствую и рада начать наш новый сезон, наши новые чтения, которые посвящены диалогу Платона-Парменид. Кстати, я хочу отметить, что начинаем мы наш сезон 5 октября. А если вы помните, то 5 октября теперь у нас празднуется День Учителя. Раньше он был там плавающий какой-то, по воскресеньям отмечали, а теперь за ним закреплено 5 октября. Вот фрагмент там. Ещё День Уголовного Розыска говорят сегодня. Не знаю насчёт уголовного розыска. Да, или учителей разыскивать уголовным розыском. Это известно, не понятно. Смотрите, а почему это так важно? Потому что кто ходил на чтение диалога софиста, ну или просто сам читал софиста, помните, как там называл его чужеземец? Отец наш Парменид. И что они делали в софисте? Они напали на отца, совершили убийство. Отца убийства, да, отца нашего Парменида. Парменид – это учитель. Это, по сути дела, учитель для Платона номер один. Фигура настолько значимая и важная, что она не отпускает его на протяжении всего его, так сказать, творческого пути. Поэтому так важно обратиться сначала к самому, собственно, Пармениду. То есть мы, друзья мои, вы, надеюсь, понимаете, почему я делаю такой ход, да? Первый семинар, первое чтение. Мы не будем сразу с места в карьер начинать с платоновского текста, да? Мы сегодня вспомним, что говорит нам учитель, отец наш Парменид. Чтобы понять контекст, чтобы понять, какие парадоксы, какие задачи решает Платон, да? Поэтому мы начинаем с чтения тех фрагментов поэмы Парменида, которые сохранились. Итак, текст, смотрите, вон он текст, пожалуйста. Только надо его, а можно его как-нибудь листать? Надо его чуть-чуть вниз. Вот, смотрите, кони, которые, нет, ниже, ниже. Вот, где кони начинаются, дальше листать. Итак, давайте начнем читать. Я начну читать. Сразу у меня будет к вам просьба проинтерпретировать. Вот я не вижу тут Николая Вершинина, а он между тем собирался прийти. А он в нашей группе Платон на Фейсбуке, между прочим, написал сам интерпретацию к началу, к вступлению, знаменитому вступлению в эту поэму. Но, кстати говоря, те, кто был на семинарах, ходил на семинары по Пиру, там тоже я разбирала этот кусок, но в связи с мистериями. Ну, сейчас давайте его почитаем и попробуем проинтерпретировать. С самых разных точек зрения, какие вам в голову придут. Итак, я начну, потом вы продолжите. «Кони, которые меня несут» Это все Лебедев, повторяю, составил и переводы. «Кони, которые меня несут, доставляли меня так далеко, как только может достичь дух, мысль». Здесь «нус». Вот у меня нет греческого текста. Опять же, вот там все технически плохо подготовились. В следующий раз греческий будет на экране. На нашем большом. «После того, как привели меня и вступили на многовестный путь божества, который ведет знающего мужа в стремительном полете по Вселенной». Итак, давайте вот эти прям первые строчки. Что здесь интересно в этих первых строчках? Итак, «Кони, которые меня несут, доставляли меня так далеко, насколько может достичь нус». Ну, вы помните, да, что нус – это у Платона самое, так сказать, одно из самых важных понятий. Помните, что в нашей вот этой лестнице ступенчатой сферы бытия, которую она описывает в так называемой разделенной линии, ноэтон делится на Дианую и, собственно, нус, область нуса. Нус – это, если Дианая – это рассудок, который управляет, который управляет логическим, дискурсивным мышлением, и это очень важно как раз в контексте парменида, то нус – это то, что условно можно назвать интеллектуальной интуицией. И вот смотрите, первая прямо строчка. «Кони, которые меня несут, доставляли меня так далеко, как только может достичь нус». Там именно нус стоит, да? Именно нус. Конечно же. Я потому и подчеркиваю это. Этого нету. Вот смотрите туда, вон текст. «После того, как привели меня и вступили на многовесный путь божества, который ведет знающего мужа, причем знающий муж здесь фос, как свет, знающий». Это такое выражение. Фос, как человек знающий. То есть знание связанное со светом. Да, вроде бы, знание связано со светом. И ведет этого знающего мужа в стремительном полете по Вселенной. Вот скажите, что-нибудь вам приходит на ум, когда в первой строчке говорится про коней, потом он говорит о пределе мысли, причем эта мысль, это именно не логическая мысль, дискурсивная, а чистый, ноэсис, да? Вот чистый вот этот полет наэтический. А с другой стороны, знающий муж просветленный, вот его ведет божество, куда? Где? По Вселенной. И как вы свяжете вот этот мус и вот эту самую Вселенную? Короче говоря, как вы можете эту образность проинтерпретировать в философском смысле? Ну, во-первых, здесь вот несут слово не зря, потому что несут не то, что я еду на конях куда-то, а вот они именно несутся куда-то. То есть меня это захватывает и несет. От меня это независимо. То есть, ну, как ты... А в каком-то смысле, да. В каком-то смысле. То есть меня именно ведет и несет божество. Я не знаю, что там на греческом, опять же, но вот это вот обозначено здесь явно... Совершенно верно. Это вы верно подметили, да. Хорошо. Смотрите, я хочу только вас заострить, ваше внимание на том, что с одной стороны это мысль, дух, как бы вот этого субъекта. С другой стороны, это вроде бы уже не субъект, как какое-то конкретное физическое тело и его какое-то конкретное мышление, да, а это нечто световое, которое ведомо божеством. И куда оно идет? К пределу Вселенной, по Вселенной. То есть вот этот самый дух, эта самая мысль сопоставляются со Вселенной. Это нам очень важно будет для дальнейшей интерпретации, да. То есть сразу же, смотрите, сразу очень важно, что это не какой-то там отдельный человек, который куда-то там ходит просто, как правильно сказал, не просто он там на колеснице идет или на телеге едет, да, а это какой-то вот такой вот дух. Так, ну что ж ты будешь делать? То есть здесь не говорится о конкретном человеке, здесь уже вводятся конструкты более высокого уровня. Совершенно правильно. Так, давайте читайте дальше, друзья мои, потому что я, мне надо перезагрузить компьютер. Во весь опорам чья колесницу... Нет, этим путем я несся. Этим путем я несся, ибо по нему несли меня сверх проницательные кони. Во весь опорам чья колесницу, а коры, девы, путеводительство... Ага, вот, смотрите, что тут интересно. Опять же, я несся, да, то есть подчеркивается стремительность. И несли кто? Сверхпроницательные кони. Это что за штука-то такая, да? Кони, которые сверхпроницательные. Ясное дело, что это не какие-то обычные физические кони. Что-то тут другое подразумевается, раз они такие. Я такую характеристику имею. Во весь опор, снова подтверждается, что во весь опор мчат они колесницу. И кто предводительствует? Смотрите, с одной стороны его ведет божество, с другой стороны сверхпроницательные кони, а с третьей стороны коры, девы, путеводительство. Или кто такая кора, дева? Те, кто про мистерии слушали, помнят, что кора – это, собственно, один из главных персонажей левсинских мистерий. Вот, кстати, левсинии завершились буквально на прошлой неделе. кора, помните? Это дочь Деметры, которую похитил Аид, и вот на этом похищении строится вся, собственно, модель, весь сценарий, весь сюжет левсинских мистерий. Помните, когда она попадает в подземное царство, а потом ее выводят назад, возвращают туда, в божественную. Когда Аиду ее похищает, кора становится женой Аида, то есть и получает другое имя, Персифона, то есть царица подземного царства. А потом, когда ее выводят назад, в эту самую катабасис, это вниз, анабасис – это вверх. Когда анабасис происходит, она возвращает свое прежнее имя – кора. И помните, я вам говорила, как неоплатоники трактуют этот мотив. Они говорят, что душа, поскольку речь идет о душе, душа попадает из божественной монады, она попадает из этого своего небесного, так сказать, занебесного места, она попадает в наш мир, который на самом деле и есть Аид. То есть мир смерти – это значит мир гибели и рождения, мир рождения и гибели. Там она зовется по-другому, но, говорят неоплатоники, душа всегда остается девой. Даже если она, как бы кажется, осквернилась в этом Аиде, то есть в этом месте рождения и гибели, она все равно остается непорочной. И она, возвращаясь к своему отцу, вновь становится Артемидой, то есть девой непорочной. Вот так они трактуют. То есть тут еще и девы. Дальше что у нас? Пылающая ось издавала в ступицах скрежет втулки. Вот, смотрите. Вот эти детали, их столько раз интерпретировали разные люди, тут есть несколько технических деталей. Смотрите. И сейчас вы попробуете все это вместе, как бы собрать всю эту картинку. Почему? Зачем про эти втулки, про это колесо, что вот пылающая ось? Смотрите, ось пылает. Издавалось в ступицах скрежет втулки. То есть какие-то странные колеса. Чуть ли не колесница Ивана, ой, господи, Ильи Пророка Огненная, да? То есть вот что-то, пылающая ось какая-то. Так, то есть мы явно видим, что это что-то сверхфизическое. А может быть это круговое вращение мысли вокруг какого-то центра? А почему же вокруг, когда его несет? Мы сейчас увидим, куда его несет. Его несет за пределы вселенной вообще. Так, давайте. Подождите, Андрей, давайте остальные. Кто-нибудь. Антон. Ибо ее подгоняли два вертящихся вихренных колеса с обеих сторон. Всякий раз, как коры, делы, гелиады, дочери солнца. Покинувшие дом ночи погоняли коней и торопились отвезти меня к свету, сбросив руками покрывало со своих голов. Там, вооборот. Стоп, стоп. Вот, смотрите. Вот эти какие-то два вертящихся вихрен, опять подчеркивается. Вихрь. Извините, пожалуйста. Алло. Николай. У нас идет семинар. Извините. Так, да, значит, что там? Вот эти опять-таки вихрен колеса. И смотрите, опять коры, делы. Здесь они называются гелиадами уже, они дочери солнца. А откуда они идут? Смотрите, покинувшие дом ночи. Вот этой самой нюкты. То есть это опять аллюзия на вот это подземное царство, на что-то хтоническое, на какой-то мир смерти. Они покинули этот мир. И куда они идут? Они погоняют снова коней и торопятся отвезти его куда? К свету. Сбросив руками покрывало со своих голов. А что значит сбрасывание покрывало? Это опять-таки, когда мы про мистерии говорили, помните, да? Приготовление к мистерии. Деметра сидела. Есть у нас, сохранились изображения. И Геракл, сидящий с покрытой головой. И Деметра, сидевшая с покрытой головой. Это перед мистерием, перед совершением мистерии. А самое интересное, вспомните Платоновского Федора. Как там Сократ говорит свою первую речь, накрывшись плащом? То есть это тоже как бы приуготовление к мистерии. А вот когда он говорит уже свою вторую, вот эту вдохновенную, прекрасную речь, там, где он говорит о мании, он что делает? Он открывает плащ. То есть вот она, мистерия. Ему не стыдно. Он смотрит навстречу свету и сам как бы проникается этим светом божественным. И вот несет его в потоке этого логоса вдохновенного и божественного. И тут, соответственно, смотрите, к свету, сбросив руками, покрывало со своих голов. Вот несут его эти какие-то чудесные существа. Давайте дальше. Можете? Не видите. Валерий Вилитий. Александр. Там ворота путей ночи и дня. Вот. Смотрите. Ворота путей ночи и дня. Вот они расходятся, эти миры. Ночь и день. Их объемлят притолка и каменный порог. А сами высоко в эфире. Они наглухо закрыты огромными створами. Вот, смотрите. Представьте себе ворота. Огромные. Их объемлят притолка и каменный порог. Большой порог. А сами, смотрите, они высоко в эфире. Это что за ворота такие? Они не на земле, они в эфире. А вы помните, что такое эфир, друзья мои? Эфир – это вам не земная поверхность, правильно? Эфир – это вот пятый элемент. Это то, что выше воздуха. И вдруг эти ворота, причем они наглухо закрыты огромными створами. И тут мы понимаем, что эти ворота символизируют переход не просто из какого-то физического мира и не из какого-то мифического мира одного в другой. А это представляет собой образность, намек на то, что происходит в мысли у него. Мы возвращаемся к его нусу, который летит. Куда летит его мысль? Куда летит его нус? К этому самому пределу, к этому порогу, который он должен преодолеть. Смотрите, вот она первое описание трансценденции с философской точки зрения. Не просто с мистериально-мифологической, как это бывало, конечно, раньше в греческой, разумеется, поэзией, литературе, а именно с философской. Он описывает то, что происходит с мусом, который переходит некоторый порог обычного мышления. Обычного, то есть обусловленного вот этим миром рождения и гибели, и даже миром дианы, то есть миром логики. Он переходит куда-то в другое пространство мысли, в другое пространство мышления. Это, друзья мои, огромнейший, первый, по сути дела, ход в истории всей европейской философии, который эту философию и начинает. Как то, с чем, вернее, как бы это сказать, он начинает этот ход, как ход мышления, имеющего какое-то отношение к трансцендентному, к тому, что переходит его самое, это мышление, и попытающиеся мыслить, то, что вне его. Понимаете, вот она, трансценденция. То, что вне порога, то, что за порогом, это транс, это переход. Итак, что же за порогом? Давайте, видите? Да, откуда мы там чекаем? Там ворота, и их объемлет приталокайками. Да, сами высоко в эфире. Наглухо закрыты, смотрите, наглухо. Не так-то просто их пройти. То есть вот он, этот мистериальный поворотный момент. Их надо открыть. То есть надо открыть в самом себе способность мыслить вот так вот совершенно парадоксально, в перевернутом виде, точнее, осознать какую-то важную вещь, войти вот в это вот пространство наэтическое. Он нам сейчас покажет, что такое это наэтическое пространство. Только вот войдя в это пространство, и можно, друзья мои, начать, по сути дела, философствовать. Вот Аристотель, я сто раз, конечно, вам уже, наверное, навязла в зубах, но вот Аристотель, на мой взгляд, он не проделал этот шаг. То есть у него по-другому мышление строится, как на этом самом третьем уровне, дианаэтическом. Пошли дальше. Двойные запоры, в которых сторожат многокарающая дикая правда. Смотрите, двойные запоры на этих вратах. Их сторожит многокарающая дикая. Дикая – это вообще богиня справедливости, правды и так далее. Что это такое? Почему здесь дикая стоит? С одной стороны это правда, с другой стороны это справедливость. И она стоит, караует, страж порога, да? Страж порога, страж ворот. И почему двойные? Почему не тройные и не одинарные? Ну вот двойные. Именно двойные. Двойные, смотрите, там вот что это такое? Значит, дико. Дальше мы вернемся к этой дике. Коры стали уговаривать ее ласковыми словами. И смекались-то, убедили, чтобы она им, закрепленный шпеньком засов, чтобы она им, закрепленный шпеньком засов, мигом откинула от ворот. Вот, смотрите, стоит страж порога, страж ворот, богиня. И уговаривает не он, вот этот фос, как знающий, или ведущий, или просветленный, несущийся к свету, не этот, условно говоря, как мист, да? То есть тот, кому посвящают в мистерии, неинициируемый, а девы, коры, которые его ведут, разговаривают со стражем порога. С правдой. С правдой, да. Они уговаривают открыть эти ворота, чтобы та сняла там этот засов, чтобы они, закрепленный шпеньком засов, мигом откинула от ворот. Как-то поворотить эту правду, да? Так. Чтобы сдвинуть с пути. Смотрите, они правда караулят, правда. С одной стороны, это правда вот того мира, где он был, а с другой стороны, это правда, вернее, истина, как сейчас. Другого мира, куда он переходит. Ему раньше казалось, что он жил в правде, а жил-то он во мнении, в мире мнения. Сейчас переходит в другой мир. Может, это какой-то суд. Он переходит через суд какой-то определенный. Он такой земной. Коль это правда, справедливость, он его минует и идет дальше, уже выше этого суда. Какой-то суд. Да, вот идея суда, она очень важна. Это да. Да, но мне кажется, хотя даже в религиозном в каком-то смысле, вы же помните, у Платона масса вот этих вещей, там и в «Десятой книге государства», и в «Горге», и там в «Фидоне», и в других диалогах, когда описывается, собственно, посмертный суд, да? Может быть, конечно, и здесь такая коннотация присутствует, но нам здесь важнее философское содержание. И засов шпеньком закрыть, что как бы не особо надежно, да? Вот шпенек как такое. Я не знаю, какое слово там по-гречески, честное слово. Ну, шпенек имеется в виду какой-то там палочка небольшая. То есть правду, в принципе... Не знаю, не могу тут вам ничего сказать, у меня просто перезабочит греческого типа. Вот, знаете, Дмитрий, я не могу себе шпенек представить. Вы можете, Мария? Кот не стойкий взломать. Да, да, да. Шпенек – это моя маленькая такая деревяшечка. Ну, я, в принципе, так себе и представляла, маленькая деревяшечка. Но, смотрите, короче говоря, шпеньком так откинули, и тогда они распахнулись. Давайте двигайте дальше. И образовали, смотрите, что они образовали. Воротайте. Широко зияющий проем между створами, поочередно повернув в гнездах многомедные стержни, закрепленные гвоздями и заклепками. Вот, смотрите, как детально описывается раскрывание этих ворот. Это, знаете, как вот третий глаз у человека открывается. То есть у него что-то настолько мощное поворачивается в сознании. То есть человек переходит в другое, в измененное состояние сознания. Понимаете? Вот они, шпенек слетел, и все. И, значит, там мощные повороты, и ты попал туда. Так правду обманули, получается? Нет. Они от правды к истине пришли. Но смотрите, там уже другая будет богиня. И не названа она по имени, кстати говоря. Так, давайте дальше. И вот туда, через ворота, прямо направили коры по торной дороге колесницу до коней. И богиня приняла меня благосклонно. Взяла десницу, десницу, и, обратившись ко мне, сказала так. Стоп, смотрите, вот эти коры направили теперь уже по торной дороге. Вот все, он попал в другое пространство, он перешел границу. Что там скрипит? А, там кто-то пришел? Ага. Значит, смотрите, колесницу до коней. И богиня приняла меня благосклонно. Обратите внимание, это уже не та дикая, которая стоит на страже ворот. Это какая-то неназванная по имени богиня, которая, собственно, и будет открывать ему эту тайну. Тайну истины. Там была правда, которая стоит на границе, а это уже истина. И правда такая хиленькая, правда. Ну, тут можно по-разному. В общем, хиленькая. Не случайно ее все-таки на ворота поставили? Ну, это желательно вообще открывать. То есть, было же, что-то написано было желательно. Почему с таким, не знаю, с таким желанием? Что, благосклонно? Ну, да. Богиня приняла? А как? Он же прорвался. Тот, кто... Ой, здравствуйте, Игорь. Вот кого не ожидал. Здорово. Вот. А, смотрите. Благосклонно, потому что он прошел, как бы, испытание. Вот он. Ну, да. Это как в мистерии, конечно. Вот он, благораздел этот прошел. Помните, когда мы про мистерии говорили, Проклот пишет, что сначала эти блуждания по каким-то темным закоулкам, и все так страшно, и ужасно, и ты один в темноте, и никого не видишь, кажется, что вот смерть твоя пришла. И вот вдруг этот водораздел страшный, когда одновременно и пот, и слезы, и дрожь, и благоговейный ужас, и страх тебя охватывает, и ты падаешь на колени буквально. То есть, и физический трепет, и душевный, и духовный, все вместе. То есть, как перед смертью, буквально. И некоторые, говорит, он поворачивает назад от этого водораздела. А те, кто проходят туда, эту черту, не боятся, так сказать, ее перешагнуть, они попадают вот в какое-то блаженное место, где такие же замечательные люди, прошедшие это испытание, в белых одеждах, на лугах, там и все такое прочее. Вот они уже посвященные. Поэтому благосклонно. И вот ему открывают тайну. Пожалуйста. Кто у нас? Юноша. Андрей, подождите секунду. А давайте, пускай у нас почитают наши участники оттуда, те, кто видят. А то мы тут взяли все на себя. Ксения, можете почитать дальше? Юноша, спутник бессмертных возниц. Урос, юноша, да. Вот ты, что на конях вскач, несущих тебя, достигнул нашего дома. А вы читаете, как бы, вот этот поэтический перевод, да? А у меня на экране другие. Вот то, что у нас на экране. У меня на экране не видно. Не видно у вас, да? Сейчас будет видно. Сейчас будет видно. Ага. Вон у нас там еще участники. Игорь, может, вы сюда сядете? Видно? Да, я вижу. Давайте. Вот у нас. Юноша, спутник бессмертных возниц, на конях, которые тебя несут, прибывший в наш дом. Привет тебе, ибо отнюдь не злая участь, Мойра, вела тебя пойти по этому пути. Воистину, он запределен в тропе человеков. Закон, фемида, и правда, дикие. Ты должен узнать все, как непогрешимое сердце, легко убеждающее истины, так и мнения смертных, в которых нет непреложенной достоверности. Но все-таки ты узнаешь и их тоже, как о кажущихся вещах. Надо говорить правдоподобно, обсуждая их все в совокупности. Отлично. И вот, что ему говорит эта богиня. Это предварение того, что он узнает дальше, то есть его собственного философского учения. Да что ж ты будешь делать-то? Так, смотрите. Вот почему благосклонно, Мария, на конях, которые тебя несут, прибывшие в наш дом. Кони все время, кстати, повторяются. Кони, 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 кони. Вы сейчас попробуете вот это вступление. Мне, не каждый, а кто захочет, проинтерпретировать целиком. Вот этот вот Николай Вершинин, который не может попасть на семинар, все время звонил. Вот он как раз пытался дать это целиком. Причем он дал вполне традиционное толкование, которое еще и Симплики там, и прочие разные товарищи давали. Его достаточно, если аллегорически трактовать, вы тоже сможете что-то такое придумать. Смотрите. Значит, не злая участь тебя сюда вела. Да? Не какая-то Мойра, то есть не какая-то там судьба, а светлая какая-то, благая миссия, скажем так, тебя вела сюда, да? Потому что ты захотел узнать всю правду. Ты захотел узнать истину. И поэтому вот тебя посвятили. Это не просто так, не случайно ты сюда попал. И смотрите, по этому пути воистину он запределен тропе человека. то есть это уже нечто внечеловеческое. Это буквально трансцендентное. То есть то, что за пределом. Там, вне человеческого. И вот он говорит, что ты, да, здесь имею, здесь и закон, здесь и фемида, и дико. Вот опять-таки тема какого-то суда, да, фемида и дико. А с другой стороны, вот ты должен узнать все. И, собственно говоря, непогрешимую истину. То есть все, как она есть на самом деле. Но также и мир мнения. То есть мир людей, которые не знают вот этой высшей запредельной истины. Но им кажется, что они что-то знают. То есть они вот в своих мнениях убеждены, каким-то образом строят свою жизнь на этих мнениях. Я тебе покажу и истину, и мир мнений. Вот на этом заканчивается вступление. А дальше, собственно, идет главная философская часть, которую мы сегодня должны с вами обсудить. Сегодня вот наш семинар, собственно говоря, этому посвящен. Главному тезису Парменида, с которым потом борется всю жизнь Платон и который убивает этот тезис. Как убивает отца нашего Парменида. Этот тезис мы сегодня должны понять. Но сначала, пожалуйста, кто может дать трактовку того, целиком, вот этого вступления? Прошу вас, друзья мои. В принципе, по строчкам мы уже все разобрали, можно только теперь... А по-моему, здесь не происходит ничего важного на самом деле. Это обычное поэтическое вступление, которое не имеет никакого отношения к дальнейшему изложению. Обязательно найдется голос обесценивающего. Это же обычное, это же тривиал. Скажите, где такое еще есть вступление в греческой литературе? Я вам скажу тогда, да. Покажите. Ну, такого нет, это правда. Такого нет. А зачем же вы тогда начинаете с обесценивания этого отрывка? Он уникальный совершенно. Есть, конечно, у Десиода, например, когда музы там, ему что-то там напели, музы напели, да, так это же, да, специально говорится о том, что вот музы не сам он придумал, а от музыки вышел. Он был вдохновенный. То, что нам пытается чуть позже сказать Парменид, оно же выглядит очень необычно для повседневного мышления. Правильно. И по всей видимости именно такое вступление поэтическое, оно нас к этому пытается приготовить и самое главное оправдать самого Парменида. То есть это некое самооправдание, скорее, Парменида в поэтической форме выполненное, потому что дальше он скажет вещь совершенно невообразимую. Дальше мы сейчас дойдем до дальше. Игорь, смотрите, а вы что хотите сказать, что тогда прозы кто-то писал философские сочинения не было тогда? Тогда нет, тогда еще нет. Так поэм и поэм Ну точно так же, нельзя же сказать, что это является чем-то существенным. Извяется. Мы же все же с вами писали научные труды, научные труды в 80-х годах. Что это значит? Слава Богу, нет. Ну, по крайней мере, я писал. Ну, так что я должен был обязан сделать? Я должен начать, начать был с классиков марксизма и ленинизма. То есть, закрутить некое вступление, положенное по тогдашнему ритуалу. Какое упущение? А тот же, вот этот ритуал, если говорить в наших словах, то ритуал говорит о том, что я должен перейти границу. Именно! Ксения, вот в этом самое существенное. Я перешел границу обыденного. Я перешел в запредельное. Я перешел в то, что чужд обычному человеческому мышлению. Я перешел в трансцендентное. Как же это не важно? Это важнейшая вещь. Это, собственно, мистериальная практика, которая трактуется впервые философски. Потому что дальше вот этой мистериальной практики, которая действительно в мистериях про душу, здесь она про мысль, про философию. Хочется сказать про трудность, которая происходит в трансляции, что колеса на этих втулках, они скрипят. То есть мешают полету мыслей, мешают какие-то здесь... А почему мешают? Может, наоборот помогают? Они же в них... Если бы втулки бы не скрипели, вот я заметила, кого что цепляет, вот Дмитрий я зацепил в шпенек и втулки. И, без прочего, это очень важно, потому что кого что цепляет, тот тем самым предметом и схватывает нечто, понимаете? Каким предметом? Правильно. Ну, каким предметом? Понятно, что созерцаемое созерцается тем, чем он и лежит и может созерцаться. Человек, который живет в мире уподобления, он и будет, так сказать, на уровне образов рассуждать. Человек, который в мире мнения, он будет там нам какие-нибудь морали читать или он про марксизм, ленинизм задвигать. Извините, Игорь, это я так просто... Не меньше. Человек, который находится в науке, он будет нам пытаться логическую построить какую-то цепочку, да, это вот третья ступень. И вот только тот, который пытается мыслить совершенно по-другому, он переходит в эту наэтическую плоскость. С точки зрения медицины надо иметь просто особый извращенный ум, чтобы заниматься философом. Хорошо. Будем считать, что это шутка. Ну, в принципе, ладно. Есть еще у кого-нибудь какие-нибудь соображения по этому вступлению? То есть вот с кем согласны вы, друзья мои? Со мной или с Игорем, который говорит, что здесь нет ничего особенного, обычное поэтическое вступление, ритуал марксист-каленинский? Или есть какие-то мнения еще? Я спрашиваю всех. Конечно, с вами. Антон, не надо. Конечно, с вами. Потому что, не в таком случае, потому что действительно в этом тексте есть важная мысль по поводу трансцененции. Тут даже, тут и мысль, и сам образ построен именно как образ мистерии. Для нас это важно. Итак, зафиксировали. И переходим, если вам нечего больше по этому поводу сказать, добавить, переходим непосредственно. Он уже науке вообще на плату. Конечно! Ну, естественно, выход из пещеры. Разумеется. Он же не самовозваживает. Совершенно точно. Абсолютно точно. Замечательно, прекрасно, что вы вспомнили нашу любимую пещеру. Помните, да, узники, которые прикованы, видят только тени. Сзади там проносят какие-то предметы. Сзади источник огня, внутри пещеры огонь, точнее, горит. Они видят только проекцию тени. На стене пещеры думают, что это реальность, а это совершенно не реальность, а тени. Они этого не знают. Потом им помогают повернуться. Они же прикованы так, что не могут даже голову... Шпенечки. Шпенечки, точно. Как-то их там что-то поворачивают, шпенечки эти. И тогда они поворачивают голову и видят предметы, и видят огонь, и думают, что это и есть настоящий свет и настоящие предметы. А на самом деле кто-то типа кукольников проносит как бы над ширмой изображение этих предметов. Какую-то утварь, какие-то статуи, какие-то изображения птиц, зверей, которые при этом еще и издают при этом какие-то звуки. То есть то, что они увидели там, это тоже не реальность, это тоже иллюзия, только другого порядка. Если тени были просто плоскостные тени, как на экране, как говорят, пещера платоновская, это прообраз кинематографа, то эти уже как бы объемные такие вот, но все равно иллюзорные предметы. А потом он вылез, когда ему помогают по крутизне взобраться, выйти из этой пещеры, там еще две вот этих ступени, просто они описаны образно, да, какой-то разделенной линией. Сначала он видит все предметы в их собственном виде, не в виде иллюзий, не в виде тени, а вот как они есть. Но сначала, говорит, надо взгляду привыкнуть, потому что ты ослепнешь, когда переходишь из мрака на солнце. Поэтому надо смотреть сначала на отражение звезд в воде, вообще ночью надо начинать смотреть, потом днем, и, наконец, ты видишь солнце в его собственном месте. Это есть то самое благо, которое вот запредельно, и, как я уже вам сто раз говорила, миф о пещере, он, конечно, соотносится с этой разделенной линией и с самой идеей блага. Вот там троица такая посередине, скопия, такая смотровая площадка, с которой в середине государства присутствует идея блага, разделенная линия и пещера, и где открывается как раз вот то самое, та самая истина, вот то самое запредельное. Слушайте, друзья мои, мистерия – это вообще модель для них, смотрите, что для этого Барменида, что для Платона. Это очень важно, потому что там получаешь новый опыт, новое знание о себе самом. Вот получение этого нового опыта для них так важно, что они вот эту мистериальную модель все время и обыгрывают. Хорошо. Какой же… Есть еще что-то добавить? Я хотел сказать, что вот оборот тропос, обращение слова, кстати, обратиться в какую-то конфессию, религию, да, а здесь вот изменить тропос действия ума, то есть… Действия ума, верно. То есть по логосам с сущностью ума остается то же самое, человеческое, но изменяется способ действия. Верно. Это вот если Максиму Исповеднику есть? Действия. Разделение на тропос и логос. Совершенно верно, да. Хорошо, что Максиму Исповеднику вспомнили, он очень в кассу тут, что называется, потому что он тоже весьма мистериальный автор такой. Текст, конечно, вот с самого начала уже задает такое разделение, допустим, кони и нус. Вот здесь же два разных, две разных, получается, способа восприятия. Одно нус себя, то есть уносит куда-то, другой кони. А вот, кстати, два вот этих вот мира встречаются, что ли, у поворотов. Как-то вот… А вот… А нус внутри коней. Ну как это внутри? Коней его несут, извините, зачем мы будем надумывать? Я вам сейчас прочитаю. Нус не может там двигаться. На секундочку. Почему? Это же… Ну образный, образный… Ну как же, ну… Ну это же… Технические средства. Нет, нет, нет. Это техническое средство это как раз-таки образная такая деталь. На самом деле, если мы по Платону… Коней не нужно. Нет, если мы по Платону будем исходить и говорить о нусе, конечно, это мировой ум и мировая душа. Как? Что им нужно еще для того, чтобы двигаться? Ничего, кроме самих себя, им не нужно. Понимаете? А кони нужны этому, так сказать, товарищу, который еще не перешел туда. Поэтому он с одной стороны еще здесь одной ногой, то есть он как бы еще человек. Поэтому нус у него с одной стороны уже стремится преодолеть эту границу, а с другой стороны ему еще необходимы вот эти средства. А с этим можно с конями? А вот смотрите, я вам сейчас зачитаю. Вот вам секст «Импирик». Ученик Синофана… Вот в начале поэмы о природе он пишет так. В этих стихах под несущими его конями… Слушайте, он все вот это сейчас рассмотрит, коней и все такое. Под несущими конями парменид, разумеет, иррациональные порывы и влечение души. Иррациональные. А по многовестному пути божества едет сообразное с философской теорией умозрение. Каковая теория в виде бога-проводника ведет к познанию всех вещей. На колеснице едет умозрение. А несут это умозрение иррациональные влечения. Как вам такая логика? Супер, да? Подождите. В принципе, можно и так. Это же мания. Разумеется. Дальше, смотрите. Девы. А вот дальше вообще физиологическая трактовка. Как раз-таки про уши тут и все такое. Девы, ведущие его за собой, это ощущения, из которых на слух он намекает в словах, ибо ее подгоняли два вертящихся вихрем колеса. То есть уши, которыми воспринимают звук колеса, это уши, друзья мои. То есть все в голове происходит. Вселенная – это голова. Получается так в этой логике, да? Значит, да, никто. Смотрите. Уши. Зрение он называет девами-гелиадами, покинувшими дом ночи и к свету гонящими, так как без света оно бесполезно. То есть девы-гелиады, дочери-солнца – это зрение. Так. Многокарающая правда, имеющая чередующиеся ключи, к которым он прибыл, это разум, обладающий безошибочными представлениями вещах. Это вот этот страж порога, да, про который мы уже говорим. Приняв его, она обещает научить его двум вещам. А вот тут он спутывает двух богинь. Правду, которая страж порога и ту неназванную по имени богиню, которая ему, собственно, и все это открывает. Она обещает научить его двум вещам, как непоколебимому сердцу легко убеждающей истины, что означает незыблемое основание науки, слово наука здесь, ну, вообще, совершенно не кать, так и мнением смертных, в которых нет очевидной достоверности, то есть всему, что основано на мнении и ненадежно. Итак, вот такая физиологическая трактовка, что есть с одной стороны ощущение, зрение, слух, а на самом деле внутри зрения и слуха есть вот это самое умозрение, то есть нечто наэтическое, которое движется, подгоняемое какими-то страстными порывами, маниакальными. Помните, Сократ же говорит, что только впадая в манию, ты можешь перейти вот эту самую границу. Вот такая трактовка. Так, теперь давайте уже наконец почитаем, что же он, давайте дальше. Так, я вообще скажу, какую страницу. Что же ему открылось? Вот, смотрите, страница 290. Ой, можно водички налить? Антон, налейте, пожалуйста, водички. Тяжелая труба. Тяжелая, тем лучше. Пока идет своя... Ибо никогда не... Ибо никогда, да, спасибо. Итак, у всех есть текст? Смотрите. У всех, у всех. Все видят текст. Так, а сейчас... А мне очень просто важен вопрос о пылающей оси. Почему-то этот источник света все пропустят. Мы про пылающую ось говорили, да, но не поняли, что это такое, что такое пылающая. Маркс. Кто? Маркс. Маркс? Да. Ну, у вас всегда парадоксальные какие-то вещи, Игорь. Маркс. Маркс. Ничего кроме производственного процесса в основе не лежит. Вот она, эта ось и все остальные света, в том числе тот, который устремится не более, чем видеоотражение. Хорошо, мы вас будем. Ладно, мы вас будем. Хорошо, спасибо за Марксово толкование. Так, давайте. Мало станка, да, в том числе. Друзья мои, давайте самое главное читать и толковать. Вот это главное, что открылось. Острепело-то, что открылось? Уши понятны, это ухи, да? Острепело-то, что наши ролики говорят? Ну, заразов. Говорят о положении, не справлюсь. Это неисправность? Ну, может быть, видите, тут технически, а как интересно. Это тело и низшая часть души мешают свободному уходу. Так ведь это уже... А надо в эфир попасть, где трения нет, где нет, Ну, да, кстати, может быть. А здесь еще разные... Требология сражается. Может быть, здесь разные еще части. А Диана, это еще требология, логика, там же тоже генетистикальности. Ок, друзья мои, давайте перейдем уже к собственной непосредственности. Мы поняли, что это важно, мы поняли, что это вот переход туда. Что же за пределом? Игорь, что за пределом? Давайте читать. Есть у вас текст? Ибо никогда... Ну, подождите, Андрей. Игорь, давайте. Ибо никогда... Вот... Ибо никогда не вынудите этого. То, то, чего нет, есть. Отврати же от этого пути. Поиска своему... Стоп! Отврати же от этого пути. Поиска своему... Все, 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 достаточно. Все! Я понимаю, достаточно увидеть свою в квадратных скобках. Стоп! Да, жалко, что у меня здесь нету... На секундочку. Нет, у меня гречи. Вернее, он есть, но не буду. Игорь, все, спасибо большое. Все сказано уже, друзья мои. Давайте. Дальше это будет только расшифровка вот этого главного положения, которое в первой строчке. Ибо никогда не вынудить этого, что то, чего нет, есть. Все. Вот это главный тезис Парменида. Это то сокровенное, что открыла ему богиня. Там, за пределами. Что значит вынудить? Непонятное слово. Ну, ни при каких обстоятельствах. Это невозможно. То есть, то, чего хочет бог, несбывшееся, воплотить, нельзя. Нельзя принудить своей воле высшим необходимым. Естественно. Ты не перешибешь клетью обуха, или как там говорится. То есть, как бы ты не смог, это настолько непреложное. Не в нашей власти. Не в нашей власти. Это непреложное истина. Это абсолютная необходимость. И это откровение. И смотрите, вот именно с этим откровением, как я уже и сказала, борется Платон. Как можно, казалось бы, бороться с откровением, да? У него свой опыт. А у него, да, у него свой опыт, более тонкий, скажем так. Хотя всем казалось, после того, как ученик этого Парменида, Зенон, написал свои знаменитые апории, помните, да, Ахиллеса-черепаха, там, дихотомия, летящая стрела и так далее. Все эти парадоксы, они исходили из вот этого главного положения. Что есть только то, что есть. Небытия нет, есть только то, что есть. Все, все парадоксы исходят отсюда. А почему? А вот мы будем дальше говорить. Кстати, до сих пор эти парадоксы на самом деле далеко не все решены. А как же мир доксы? Это что? Среднее между тем, чего нет, и тем, что есть. Это какая-то смесь. Ну и конечно, это нечто третье, разумеется, Платон про это все время говорит. Так, давайте читать дальше. Отвратись же от этого пути поиска свою мысль, и да не заставит тебя вступить на этот путь богатая опытом привычка глазить бесцельным, буквально, невидящим оком, слушать шумливым слухом и пробовать на вкус языком. Да? Что это означает? Ну, наверное, что чувства, да, вот мы привыкли как бы, да, реальность связать. Чувственные ощущения, зрение, слух, вкус, да? Это не то, что это не истина. Отврати свою мысль от этого. Понимаете? То есть все, мы не про этот физический реальный мир. Мы про другое. Поэтому не надо нам примеры из физического мира приводить. Помните вот эти знаменитые у Диогена Лайерца эти анекдоты? То про Диогена Синопского, который в бочке, который там с планом, то он был у Платона на лекции, то то же самое про Антифона, который там слушал тоже Парменида, например, того же, да? Одно и то же, Диоген Синопский. Платон рассказывал в лекции как раз о этой самой Элиадской, о школе Элиатов, собственно, о Пармениде и об апариях Зенона и говорил о том, что движение невозможно помыслить. Тогда Диоген Синопский, ну вот помните, да, хелес никогда не догонит черепаху, движение не может начаться, стрела все время покоится, да, и прочие вещи. А движение невозможно помыслить. А Диоген встает и начинает ходить туда-сюда, тем самым как бы демонстрируя, что вот, ты говоришь, что движение невозможно, а я тебе показываю, вот он, я хожу, вот оно движение. А вот секундочку, вы дураки, извините за выражение, потому что Платон, что на это ответил? Ноги у тебя, Диоген, есть, а вот ума-то нет. Потому что речь-то идет о чем? Не о том, что движение невозможно физическое, а о том, что его невозможно помыслить без противоречия. Ты всегда впадаешь в парадокс, если пытаешься мыслить его логически, исходя из определенных посылок, а посылки они какие? Либо мы принимаем, что время и пространство дискретно, либо что оно непрерывно и бесконечно делимо. И в том и в другом случае мы попадаем, пытаясь описать движение по мысли мы попадаем в просаг, то есть мы попадаем в пространство парадокса. Вот об этом речь. А вот можно заметить, что вот как раз от этой точки идет далеко идущая перспектива европейской философии на разделение на умопостигаемое и чувственное, которое дошло до Канта. Канта это была основная фундаментальная... Естественно, дорогой Александр, разумеется, это так и есть. Именно от Парменида почему Платона называет его отец наш Парменид? Потому что это он впервые разделяет умопостигаемое и вот это чувственное. Это всем известно, просто Канта звучит. Совершенно верно. Мы сейчас к этому придем еще. Итак, пошли дальше. Смотрите, он говорит немножко... Он как бы дальше просто развивает эту мысль. Нет, значит, ты убери вот это чувственное восприятие. Нет, рассуди разумом, а тут логос у него. То есть разум... Непонятно, как слово логос. Логос очень многозначное слово, но вот оно тут стоит. Многооспаривающее опровержение, произнесенное мной. То есть он говорит то же самое, что сказал Платон Диогену Синопскому. Ты, говорит, ноги свои убери, включи голову. И этот говорит, убери свою привычку слушать, нюхать и смотреть. Разумом, логосом, подумай, опровергни то, что я сказала, что есть только то, что есть, а небытия нет. Тому, чего нет, того нет, то, что есть, то есть. Попробуй это опровергить. То есть не будь ползучим империстом. Да, да. И смотрите, значит, вот он это все нам разжевывает. Кто-нибудь из, друзья мои, с той стороны, который, да, это Кейна, с той стороны экрана, трансцендентные вы наши, может кто-нибудь там прочитать? А то мы слишком много тут читаем. Друзья мои, есть текст? Давайте, давайте. кто-нибудь. Остается только один мысленный путь, вот отсюда. Ну. Остается только один мысленный путь, который гласит, есть, на нем очень много знаков, что сущее нерожденным, то сущее нерожденным, оно и не подвержено гибели. Целокупное, единородное, бездрожное. А, то есть не дрожит. И законченное. Да. Оно не было никогда и не будет, так как оно есть. Оно не было никогда и не будет. Ага. Так как оно есть сейчас, все вместе, одновременно. Одно? Одно, непрерывное. Стоп, стоп. Итак, есть только один мысленный путь, который гласит, который гласит, Есть только один мысленный путь. Есть. Все. Мышление невозможно. Оно иначе. Оно только через есть, только через сущее, только через бытие происходит. Оля, а то мы сейчас дальше прочитаем, что мышление это и есть бытие. По-гречески там эйны стоит, да? Надо смотреть, мне говорю, проверить надо. Хотела на экран вывести, не успела. Значит, что оно не рождено, а значит, и не подвержено гибели. Оно единородное, оно бездрожное, то есть оно не движется. И оно законченное, завершенное, а естественно завершенное, потому что не начинало, более того, оно не было, то есть у него нет прошлого, и не будет, у него нет будущего. Почему? Потому что оно вне времени, ибо оно не рождалось и никогда не умрет. оно всегда есть. Сейчас. Всегда есть. Вот оно есть. Платон у него взял цирку. Безусловно. Безусловно. Но на него это так повлияло, это вот, собственно, было его откровением. То есть сначала Сократа, потом вот эти изыски Парменида. И он Сократа с Парменидом скрестил и получился, собственно говоря, платонизм такой. Но Сократа, собственно, тоже придуманного им Сократа, конечно. Вот. Что же это? Оно есть, друзья мои. Это такая потрясающая штука. Одно непрерывное. Что за рождение будешь выискивать ты ему? Как и откуда оно выросло? Из того, чего нет? Из несущего? Этого я не разрешу тебе высказывать или мыслить. Ибо нельзя ни высказать, ни помыслить. Не есть. А попробуйте помыслить того, помыслить то, чего нет. Помыслить нет. Помыслить небытие. То есть помыслить тот предмет, помните, когда софисты читали, они же как раз это и пытаются делать, Аформативное противоречие будет. С одной стороны, они говорят нет, они говорят небытие, а сам предмет схватить невозможно, потому что как только они его обозначают, как только они пытаются его помыслить, все, они объективируют его, превращают предмет мысли в бытие, в существо. Парадокске по лжеца, а я лу, да, вот сам себя. Да, перформативное противоречие, да, то есть невозможно мыслить или представлять небытие. Следовательно, все мысли бы бытийно, то есть Гегель ничего нового не придумал, более того, вся его, конечно, вся диалектическая, просто по-немецки это дело. Подождите, более того, вся его диалектика вот эта знаменитая, это просто переложение страшным немецким языком системы Прокла, вы понимаете, неоплатонической. Гегелем-то... Мне сейчас, наверное, тоже так казалось, но я не знал, что это не Прокла применитая. Это оттуда, ноги-то растут, естественно, да. Вот он и говорит, да, смотрите, вот, значит, вот не можешь ты помыслить, не есть, только есть ты можешь помыслить. И, соответственно, видите, мысль и бытие получается одно и то же. То есть все, что в мысли, оно все есть. А вот у Левкипа есть и Демокрита пустота. Так там другое совсем чужого хотите. Это аналит несущего. Разумеется, на то они атомисты, проклятущие. Он скрестил... Давайте Демокрита пока не будем дрогать. Это тайная загадка отношения Платона с Демокритом. Как там некоторые говорили, что он украл сочинение Демокрита, а потом скрыл от всех, что да, ну, часто они друг другу плагиат приписывали, это было таким... Но они не могли не знать другого... Ну, конечно, знали. Но это, как говорится, блестящее молчание такое, когда молчание говорит больше... Говорящее. Говорящее, да. Итак, смотрите дальше. Что происходит? Да и какая необходимость побудила бы его скорее позже, чем раньше, начав с ничего родиться на свет? Действительно. Следовательно, оно должно быть всегда или никогда. равно как и сущего сила достоверности никогда не позволит рождаться чему-либо кроме него самого. Вот дальше я большой кусок прочитаю, вы будете интерпретировать. Вот почему правда не отпустила сущая рождаться или гибнуть, гибнуть, ослабив оковы, но держит крепко. Спор по этому делу вот в чем. Есть или не есть? Прямо тут говорили. Быть или не быть? А тут назначено. Есть или не есть? Так вот, решено, вынесен приговор, как этого требует необходимость, от одного пути отказаться, как от немыслимого, безымянного, ибо это не истинный путь, а другой признать существующим и верным. Каким образом то, что есть, могло бы быть потом? Каким образом оно могло бы быть в прошлом? Если бы оно было или стало, то оно не есть, равно как если ему лишь некогда предстоит быть, так рождение угасло, и гибель пропала безвести. И оно неделимо, ибо оно все одинаково, и вот тут его ничуть не больше, а вот там ничуть не меньше, что исключило бы его непрерывность, но все наполнено сущим, тем самым все непрерывно. Вот, кстати говоря, вот эти основания илиатские, на которых парадокс это строится, все непрерывно, ибо сущее примыкает к сущему, неподвижное в границах великих оков, оно безначально и непрекратимо, так как рождение и гибель отброшены прочь, их отразило безошибочное доказательство, оставаясь тем же самым в том же самом месте, оно покоится само по себе, и в таком состоянии оно остается стойко, ибо неодолимая ананка, помните, ананка – это необходимость, держит его в оковах предела, которые его запирая объемлет, смотрите, какая странная штука, нет ничего, кроме бытия, при этом есть границы, все время же шар, дальше он про шар будет говорить, а у шара есть границы, и про оковы он говорит, а если у шара есть границы, если речь идет о каких-то оковах, значит, есть еще что-то, вторая гипотеза, парменида, он и говорит, разум, стоп, не забегайте вперед, мы должны читать вторую гипотезу парменида, мы сначала должны начать с первой части парменида, и секундочку, конечно, аллюзия, но давайте все последовательно делать, так, убейся дворецким, да, можно и так сказать, потому что сущему нельзя быть незаконченным, ибо оно не нуждается ни в чем, а нуждайся, нуждалась бы во всем, одно и то, вот оно, одно и то же, мышление и то, о чем мысль, ибо без сущего, о котором она высказана, тебе не найти мышление, мышление и предмет мышления, мышление и сущие, да, вот, вот вагей, вот одно и то же, ибо нет и не будет ничего, кроме сущего, видите, он как мантру это повторяет, как заклинание, ну, поэзия на самом деле, да, кроме сущего не будет, так как мой ра, а тут мой ра, участь, необходимость, приковала его быть целокупным и неподвижным, поэтому пустым именем будет все, что смертные установили в языке, убежденные в истинности этого, рождаться и гибнуть, быть и не быть, менять место, изменять яркий цвет, но поскольку есть крайняя граница, оно, вот он, шар появляется, появляется, смотрите, оно закончено со всех сторон, похожей на глыбу совершенно круглого шара, везде, в каждой точке равносильное центро, ибо нет нужды, чтобы вот тут его было больше или меньше, чем вот там, ибо нет ни нет сущего, которое заставило бы его перестать примыкать к однородному с ним, не такого сущего, чтобы сущего вот тут было больше, а вот там меньше, чем сущего, так как оно всецело, неприкосновенно, ибо равное самому себе со всех сторон, оно однородно внутри своих границ, на этом я кончаю достоверное слово и мысль об истине, начиная отсюда, она говорит мнение смертных, докса, дальше уже про докса, что там смертные думают про рождение и гибель и все такое, в том-то и дело, что нет, поэтому и говорят, что это четкое очень указание на мистериальность, потому что там на самом деле главное, кстати говоря, опять же, пир, кто там главный, это диатима, да, женщина как раз в центре высказывает все эти, так сказать, главные философские положения и тоже модель мистериальная, да, и здесь вот неназванная богиня все это высказала. Итак, друзья мои, пожалуйста, вам слово, я хочу теперь вас всех послушать, как вы можете интерпретировать вот такое учение у бытии о том, что есть, о том, что есть только то, что есть, а то, чего нет, об этом ни помыслить, ни сказать нельзя, точнее, если мы скажем, это будет, как мы выясним, информативное противоречие, да, и, соответственно, что вы можете сказать про эти характеристики, которые характеризуют вот такое бытие мышления через образ шара. Все, я вас слушаю. Можете начать, Андрей, ну или кто может быть хочет начать. Может быть, кто-то хочет начать с той стороны экрана. Давайте. Давайте, я хочу начать. Сергей, давайте. Я думаю, начну, хорошо. Давай. Вот мы, вот как-то тут прозвучало так, что мне так показалось, конечно, может быть, но может быть, и не совсем это так прозвучало, что мы объективируем иное. Вот это очень важная мысль, что мы к тому, к иному мы относимся как к объекту, а к нему нельзя относиться вообще даже как к объекту, потому что это иное, оно, ну его, как его нельзя объяснить, я не могу это объяснить, но это, оно вообще иное, к нему вот это вот субъектно-объектное, вот оно подходит. Да, 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 хорошо, 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 ага. И вот если мы будем про иное говорить как объект, мы очень впадем в грубую такую ошибку, это просто неправильный путь. Ну, я так кратко сказал, конечно. Совершенно точно, совершенно точно. Да, более того, вы задаете хороший задел для того, чтобы мы начали понимать Платона, который ровно, ну, софисты, если помним, на самом деле надо было в другой последовательности, надо было читать Теетет, потом Парменид, потом софист. Но вы уже прочитали софиста, друзья мои, и вы должны быть гораздо умней, и вы должны понимать, что главный ход Платона заключался в том, чтобы ввести это иное, как необходимое, да, вот это самое небытие, которое существует, и он это сделал, в этом и заключалось отцаубийство отца нашего Парменида. То есть, и это был другой опыт мышления, это был другой опыт схватывания сущего, через иное, с помощью иного. И это тоже был великий второй шаг в истории европейской философии, потому что, если первый шаг Парменидовский – это начало метафизики, то второй шаг Платоновский с иным – это начало диалектики, то есть, это вот два столпа мощнейших. Все остальное… Что? Дхарма пусты. Дхарма пусты. Ну, хорошо, это ваше, так сказать, видимо. Это не начало, а реабилитация. Парменид пытается диалектику отменить стихийную, многообразную, существовавшую до него у софистов. Так смотрите, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Во-первых, не до. Во-первых, не до. Где же до? Нет, они позднее все-таки. Софисты – это уже, собственно говоря, Сократ, понимаете, это вторая половина этого самого, пятого века. Вторая. Ничего святого. Мне кажется, что они начинали. Они начинали, но они тогда еще не были такими изощренными. Они, может, там начинали какие-то учебники по риторике писать. А вы ощущены, что вот с ними борются очень сильные умы парменид? Нет. Парменид уже… Почему, кстати говоря, вот мы начнем читать сократовский, этот самый, платоновский диалог парменид, и там говорится, что совсем юный Сократ встретился с уже там пожилым парменидом. Да нифига он не мог с ним встретиться, потому что тот уже умер. Другая красная людей. Это аристократ, а софисты, это голыдьба. Подождите про голыдьбу. Я все-таки хочу… Вот смотрите, друзья мои, куда мы уклоняемся? Смотрите, вы в социальщину. А вы куда? А вы в какую-то стихийную диалектику, прости, Господи. Нам говорят, отвратите свою мысль от этого, друзья. Только к разуму обратите, человек. Можно я еще сделаю пояснение? Еще хочу пояснить, пояснение сделать. Все-таки, хотя мы к этому так относимся, как об этом вообще нельзя судить, но все-таки как-то можно судить, я думаю. Можно что-то об этом и сказать в то же время. Только не как к объекту. Вот смотрите, мы относимся к сущему как к материальному чему-то. А вот сами источники идей, идеи, они еще там. вот в этом, в ином. Они не проявлены еще. Сергей начал свою любимую песню про непроявленные и проявленные. Во-первых, я хочу вам одно замечание, Сергей, послушайте меня внимательно, сделать. Вы все время говорите мы. Мы не способны, как вы там написали в группе, мы не способны читать Парменида. сейчас вы говорите. Мы все сущие вот так-то воспринимаем. Не надо говорить про мы, не надо обобщать. Кто-то, может быть, вы так делаете, а я вот так не делаю. Не надо какой-то коллектив мнимый создавать. только что 10-15 секунд назад вы говорили вы там ты про социальное, ты там про то. И вот я на это и продолжил эту мысль. Так, стоп. Сергей, я вас поняла. Только не ты, я говорю вы, да, друзья мои. Значит, смотрите, давайте кого-нибудь еще послушаем. У нас, по-моему, Игорь Данилов хотел сказать. Да, 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 я хотел сказать. Отключился. Просто, ведь можно же рациональным образом формулировать наши сомнения в Пармениде, да, как-то. Вот Аристотел был, Аристотел был близок достаточно по времени к Пармениду. И он когда рассуждает, ну, по времени достаточно. Извините, вы издеваетесь, что ли? Аристотел вообще ученик Платона. Аристотел это вторая половина. Ну, это не важно, кто был чей ученик. Ну, как это не важно, это сто с лишним лет прошло. Ну, ладно, ну, хорошо, ну, ближе, чем мы, вы согласитесь? Нет, с этим не послушаем. Вот я об этом и говорю. Вот смотрите, он, когда он говорит о сущем и о несущем, потому что Парменид говорит, что сущие есть, а несущего нет. Он рассуждает о, например, о Демокрите и его атомах. У Демокрита атомы это сущие, а они находятся в некой пустоте между собой, которая называется несущим. Таким образом, получается, что парменидовский тезис, он оказывается чисто физическим. Это означает, что одно сущие прилегает к другому и между ними вот нет той самой пустоты или несущего. С этой точки зрения интересно узнать, почему бытие шар. Ведь, казалось бы, если есть бытие, то оно находится среди небытия. Оно же не получается, что оно впарит как бы в бесконечной пустоте. Но, увы, если мы представим себе ситуацию, если мы двухмерные существа и живем на поверхности шара, то тогда что у нас будет? Каждая наша точка будет центром. Никакого несущего, то есть пустоты, в которой парит шар, ее не существует. Вселенная абсолютно замкнута и она абсолютно совершенно и закончена. Вот такая, казалось бы, простая, одна из них, физическая интерпретация парменида. Парменид, как и предыдущие досократики, оказывается наторофилософом, а не зоологом, который бы рассуждал о конях, и не культурологах, который бы отсылал к Алексеинским мистериям. Ну вот, смотрите, Игорь, спасибо вам, конечно, за трактовку, но вот это буквально иллюстрация того, о чем я сегодня ору все время целый веселье. Это противоречит изначальной посылке, конечно. Выйти, смотрите, Игорь, что тут главное. Парменид говорит, что нужно наоборот отказаться от всего чувственно воспринимаемого, то есть отказаться именно от физической трактовки. Это первый пункт, смотрите, это начало. Значит, нам предлагает Парменид отказаться не от физической трактовки, а от физиологической трактовки. Это разные вещи совершенно. Ведь мы же думаем, что сущие и несущие есть, потому что сладкое мы воспринимаем только на фоне соленого, допустим, а горького, да. Он нам говорит про что? Нам говорит про рус, про ум. Вот, 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 вот. Вот, это вот, да, это совершенно верно. Только умом мы такие вещи и понимаем, потому что мы в нашем физиологическом мире думаем, что есть сущие и есть несущие. То есть есть у нас и сладкое, и горькое одновременно. А его нету на самом деле. Сущие прилегают к сущему. Пустоты, которых ограничивают, между ними не существуют. Игорь, секундочку. Вот как раз вторая часть, вот там, где про мнение смертных, там и будет все это сказано, что мы думаем, что есть сладкое, есть горькое, есть то, есть пятое, есть десятое. Но и в этом мнение это другой мир, где все разделено, где рождается, там гибнет и так далее. Он же говорит о мире ума. Смотрите, о мире ума. Дальше, через вот такой опыт ума, можно действительно сделать проход в сторону некоторой физической модели. И более того, что интересно, и это вроде бы вашу трактовку может каким-то образом подтвердить. Как раз вот эти самые элиаты, которые считали, что ум, состояние ума, оно вот таково, они полагали, считая ум вот таким, они думали, что к физической реальности невозможно применить математические методы. Вот это вот очень интересно, поскольку вот... Это кто же, кто же, кто же из элиатов так думал, интересно? Как это? Зенон и первый думал. Нет, ни в коем случае. Ну как это нет, ни в коем случае. Он как раз все свои парадоксы и для этого и составлял, показывая, что вот это математическое мышление того времени, оно совершенно неприменимо для того, чтобы описать реальное физическое движение. Но это и речь шла у него, конечно, не о математическом мышлении того времени. А он говорил одну простую вещь, что попытка положить того, что есть сущие и есть несущие, приводит к противоречию. Есть сущие, есть несущие, приводит к противоречию. Ладно, все, давайте других послушаем. Послушайте еще, вот смотрите, главная ошибка Игоря, он к пустоте тоже относится как к объекту. Вот, вот и... Каждый поет свою песню, да? Вот марксист Игорь Данилов все время, значит, вот у нас вот физическая, вот там это... Стал я марксистом, почему я стал? Вот он, так сказать, что-то такое оттуда подчеркнул и теперь повторяет. У Сергея Лунева тоже любимая песня, что есть непроявленная и проявленная, что нельзя там как к объектам относиться к этой самой пустоте, к непроявленному и так далее, и так далее. Тоже выучили наизусть уже этот самый Сергей. И это замечательно. Это значит, что у каждого из вас есть какой-то свое, вот этот свой конек, какой-то свой пункт, какой-то свой мотив, какой-то свой сюжет излюбленный. Это замечательно. Но просто я призываю, то к чему? Иногда кажется, что вот я такая жесткая говорю, вот слушайте, вот мое мнение, а другое все неправда. Нет. Наоборот, смотрите, я пытаюсь, чтобы мы услышали друг друга, и чтобы каждый из нас попробовал услышать точку зрения другого, вот как раз этого самого иного, потому что иначе каждый будет уперт только в свое, и вот этого общего, чего-то истинного, если угодно, оно не получится. Мы не прозреем, мы не перейдем эту границу от мнений. Это будут просто разные наши мнения. Понимаете? А нам-то нужно к чему-то другому, к более, так сказать, незыблемому перейти. А для этого нужно, наверное, на какое-то время отказаться от своих каких-то вот этих любимых сюжетов и послушать других. Разве я не права? Ну, вы, вы, может быть, правы, но вот если бытие есть шар, вы его можете, вот ту контролюную интерпретацию, которую я вам предлагаю, она является оптимальной. Вся остальная неудачна. Смотрите, Игорь, вот вы настаиваете на том, что только ваша интерпретация удачна, а это, Игорь, подождите, пожалуйста, а это ваша интерпретация, она напрочь отменяет то, что здесь описывается НУС, и тем самым отменяет вот эту самую вещь, что Парменид является родоначальником собственно всей европейской метафизики. Оно напрочь это отменяет, а это не так, потому что если мы читаем Платона, который спорит с Парменидом, мы видим, как Платон понимает Парменида, а понимает он его философски. Для него важнее всего философское значение того, что Парменид говорит о мышлении, а вовсе не физическое толкование этого шара. Так, давайте, друзья мои, мы, кстати говоря, скоро должны уже завершать. А можно замечание сделать? Да, конечно. Значит, здесь очень хорошо сказано было, что сфера гомологии, я бы подумал, действительно, Платон ведь первый структуралист, он вел такие вещи, как тождество иное, вот эти креативные пары, бинарная оппозиция. Это другое, ни в коем случае. Только не структуралист, только не это, потому что он именно диалектик. Помните, как мы софисты читали, движение покой, тождественное иное, и бытие, которое, так сказать, их всех объемляет, их взаимоотношения с одной стороны можно назвать логическими, но они не логические в чистом виде и не структуральные в чистом виде. Почему? Потому что там есть нетехет, там есть эта самая причастность, которую так ненавидели все, кто спорил с Платоном, и Аристотель и прочие всякие, потому что никак не могли понять, что такое это самое метафин, причастность, причастность, и как может тождественное быть причастным иному и так далее. Это слова все, взаимодействие Элиса. Вы объясните, что это? Взаимодействие это гораздо позже. Причастность, она и позволяет осуществляться взаимодействию. Совершенно верно, совершенно верно. Это так. Это еще излучает. Просто надо понять, что это. Поэтому-то я хотел чуть-чуть поверхностнее слой. Ну, понимаете, шар это прекрасно, но все работают на сфере. Лингвистические философы, то есть все философы, которые считаются современными лингвистические, аналитические, просто как клопы по этой сфере ползают и заранее отказались и от шара, и от пустоты. Но у Парменида четко разделены позиции. Спикеры разные. От автора, в общем-то, автор, повествователь, путешественник, тот, кто наколеснится. Так. Насколько я понимаю, богиня, к которой он стремится, не тождественная ему. Это не его слова. Ну да. Но, как вы понимаете, вот это-то и есть метафора. Ничего не тождественного автору он не может. Я поняла. Это примерно то же самое, как в третьей книге «Государство» у Платона. Да, похоже на то. И здесь очень интересно, как автор разложил по полочкам. То есть, понятно, что его повествователь все-таки вскроется, конечно, как таковой и упорядочится, этот бурный бег упорядочится во второй части. Я чуть-чуть забегаю вперед на вторую часть. Мы не будем вторую часть. Момент связки. Что обещает богиня и салателем? А ты же всех умом ты взойдешь. То есть, это программа софистическая. А я могу сказать, что это сказка. Он попадает, берет сакральный предмет, ему говорят, вот теперь все будет хорошо. Он пускается в обратный путь, свой сакральный предмет применяет, все прекрасно. это проповщина слишком абстрактная. А это красиво. Смотря что будет хорошо. Нет, у него конкретные задания есть. Как он превзойдет всех умом, он победит в конкуренции. То есть, перед нами эко-схищника. Кавелевский. Ну, вы это уже нагнетаете. Вы одно сказали, что он должен всех превзойти. Дальше софистикой, хищники. Я бы хотел сказать, что пенит закрывает программу софистов, когда каждый готов превзойти любого своим способом. закрывает, как, в общем, и вы, и все еще. И потом Перистоте. Спасибо. Я там Перистоте любимым построил. А вот как и странно. А вот Плато как раз этого не делает. Вот не делает. Какого способа нет. Смотрите-ка. Верно. И при этом вот этот парменид, или ад, значит, со своей вот этой вот есть только то, что есть. А с другой стороны софисты, которые релятивисты, полные, наоборот, казалось бы, это великий Янус. И Платон-то как раз и показывает, что парменид, что софисты, они миром мазаны, потому что они говорят о приоритете какой-то одной точки зрения. Они миром мазаны, и то, до чего они дошли, исходят. А то, до чего дошел Платон, исходит Сократ. Эх, нет, вот давайте не будем. Вообще, что он там курил, извините, этот Платон, где он набрался этой премудрости, может, от Диатимы, а Сократа он сам придумал. Я умею, он свои выдумки все использует, но она человечная. Да, секундочку, секундочку, комментарий. Да, Игорь. Ага, а вот, то есть, получается, что небытие, небытие есть только как идея, а как... Вообще, только как слово, потому что, смотрите, как понятие, как слово, как некий пустой концепт, да, то есть, помыслить мы его не можем. Когда мы пытаемся помыслить предмет, который стоит за этим словом, за этим понятием, за этим концептом, мы попадаем в бытие. То есть, он не может... Это так же, как в Софисте, помните, начинается первая раскрутка после того, когда они нападают на отца нашего Парменида, пытаются понять, что можно ли помыслить это бытие, чтобы ответить на вопрос, как, возможно, ложь, да, и понимают, что это не удается ни в каком случае, да. И по Пармениду это абсолютный закон, что небытия нет, а по Платону небытие в определенном смысле существует. Но как оно существует? Как род иного. А иное – это сама себе такая другая штука, очень важная, интересная, которая на самом деле пронизывает собой все роды, и только благодаря иному по сути все и существует. Понимаете, какая фишка интересная. Можно еще одну? Нет, подождите, пусть говорят те, кто мало говорит. Андрей. Игорь. В Платонской пещере, там же речь идет о свете и о том, как разные участники вот этого всего действия воспринимают вот это вот действие света. Вот. И так как свет сам, он трудно воспринимаем, а то, что он порождает, ну вот, легко воспринимаемый так же, как физический мир, вот, то физическому глазу, физическому уху ближе то, что является производным от этого. А то, что на самом деле этот феномен производит, оно как бы является, ну, по крайней мере, для наблюдателя небытием, потому что ты видишь, ну, как бы существующий. Верно, это как раз к иному, да, это кажется небытием, на самом деле, это ино. хотя Шарам Парменида, мне кажется, что, конечно же, Шару, да, конечно же, это какой-то опыт и выхода за пределы человеческого восприятия мышления, вот, но, чтобы быть причастным к этому опыту, конечно же, недостаточно прочитать и Парменида, и Платона, а тут действительно нужны какие-то захваченности, что ли, каньом, я не знаю, с чем можно это называть, объектами какими-то, но действительно, как... пихоните Антона, чтобы он не хотел. Ну, он не хотел. Я хочу закончить свой тост за искусство, потому что мне кажется, что, ну, я, по крайней мере, для себя вижу, что это как бы стимуляция и стимуляция вот этого рождения или чувство света, или чувство... А, то есть для вас это инициирует, то есть такая вот в манию направляет. Хорошо. Этот заклад, он может быть эстетическим, с одной стороны, но с другой стороны, если, конечно, держаться вот чего это большой вопрос в этом акте искусства, то ты можешь как бы передвигаться или путешествовать в эммонженариуме. Эммонженариуме. Да, эммонженариуме. Ага. Почему там экран... А иначе мы, сидя здесь или сидя в электричке, которая едет из пункта А, КНП, никуда не передвигаемся. Ну да, я согласна. Экран прекрасно напомнил вашу причастность к ней в Тилину. Ну, в каком-то смысле... А ну, относительно же, все равно мы же знаем. А в том-то и дело. Да. То есть мы тут по-туда только относительно. Разумеется. Друзья мои, итак, есть ли какие-то еще вопросы и соображения? Ибо нам уже надо закругляться, я хочу сказать, что мы будем делать в следующий раз. Я так понимаю, что до Парменида шли дебаты по поводу небытия. Поэтому он как бы отрицает... Это Парменида? Да. Или это его, как бы... Это его, конечно, фишка. И тут же он говорит, что его нет, этого небытия. Да. То есть он этот термин будет... Ну, не термин, слова-то такие. Естественно, были в греческом языке. Ну, и для чего тогда об этом рассуждать, если его нет... Потому что это врата, которые открываются. Врата ему открылись. Врата, которые за небытию, это то, что за вратами. Смотрите, это не... Не-не-не, это ему такой новый опыт открылся. Вот на самом деле есть такое издание Скольникова, учёного такого. Он аналитик, на самом деле, мне он не очень нравится его интерпретации Парменида. Я имею в виду издатель греческого текста Парменида и перевода. Но вот даже он говорит, что Парменида можно сравнить и его вот эту главную интуицию можно сравнить с Декартом. То есть с этой его интуицией мыслью, следовательно, существую, коги-то-эрго-сум. Он говорит, пришла штука, вот это состояние, вот он испытал вот этот опыт и положил его в основании всей своей системы Декарта. Вот такой же опыт в связи с этим самым бытием случился с Парменидом. Поэтому он его описывает как нечто мистериальное. Вот он вдруг бах, и озарило его, и осенило, и он вошёл в это состояние, он это понял. Как я вам говорила уже, герой Пелевина, который ранних его работ, помните, может быть, кто-то читал там 90-е годы, когда он вечно герой или грибов наестся, или там ещё каких-нибудь наркотиков, да, употребит. И потом, и куда, смотрите, что с ним происходит? Сознание-то, самое главное, я, я, я. А я что значит? Он говорит, есть! То есть он ощущает бытийность вдруг, как она есть, понимаете? Именно вот эту есть. Не надо про бытийность, это гадинскому. Пусть он верит в бытийность, но мыслим они верят. Это некоторое состояние, в которое человек вошёл и решил через это состояние, которое он осознал. Смотрите, это осознание того, что есть. И это мистериальный совершенно опыт. И он нам его показывает впервые как некую мистерию. Вот. А не то, что он там раньше кто-то рассуждал, а он свои пять копеек ставил. Это не так. Ну так где он небытия-то здесь показывает в этом небытии? Да нет же небытия! Товарищ показывает, что небытия нет. Товарищ показывает, что небытия нет. Масса народу ошибается и желает быть причастен к небытию. Честно говоря, его перформатив страдает тем же самым пороком, потому что он так же причастен к небытию. Ну вот Платон его на этом и ловит, и поправляет. Совершенно верно. Так, друзья мои, все. Ирина, можно еще? Да, буквально два суток. Два суток. Значит, посмотрела в словарях, что...